Я уже рассказывал, что мы грунтовали, там делали хитрую такую грунтовку и по ней уже по этой хитрой грунтовке. Что там в хитрой грунтовке? Грунт, клей ПВА и краска водоэмульсионная, фасадная. В соотношении грунтовка где-то там 3 литра и 2 литра и того по литру. То есть клей ПВА литр и еще того литра. Значит вот такая вот. И красочку. Красочку тоже мы фасадку взяли, подколеровали. Зачем это нужно? Делаем мы с вами мармарин аля травентин, то есть материал у нас авторская штукатурочка или декораторская штукатурочка, ага кристалл. Здесь у нас структурная экспериментальная на основе там кварца или наверное все таки это мраморная такая, мраморная гранул. Ну гранул таких только мелких-мелких-мелких. И сам этот кристалл тоже получается на основе мраморной муки, мраморной пыли или пудрик точнее. То есть по идее это у нас такой жидкий мрамор. Травентин, мармарин можно делать. Значит что здесь? Здесь уголки, то есть первое на что уделяем внимание уголкам. Проходим. А потом уже сверху, марракешек, движение напоминает марракешек. А ты кстати можешь показать. Мы уже здесь нанесли, Николай, или там кости кто-то. Вот здесь мы уже нанесли. И там покажем. Но там света мало. Значит здесь марракешек. То есть зачем нужны были нам вот этот грунтовочный слой уже цветной краски. Он у нас получается как, ну как подложка. Так бы нам что? Мы перетягивали бы нашей дизайнерской штукатуркой. Ну и потом уже начинали рисовать. Ну а тут мы сделали такой ход коню. Сразу же, так сказать, по нашей красочке грунтовочной мы начинаем рисовать нашей дизайнерской штукатуркой. Значит что здесь? Ну здесь толщина гранул. Вот мы почему добавляли вот сюда вот эту мраморку. Крошечку такую мелкую-мелкую. На толщиной ее и вытягиваем наш марракешек. И оставляем вот такие вот. Потом это будут, ну вот как травентини, ракушки. Помните да, что такое травентин? Это у нас что-то среднее между мрамором и известняком. По большому счету мрамор он из известняка. Или не из известняка, а мел из известняка. Ну а травентин вот такой переходный форма между известняком и мрамором. Поэтому там присутствуют такие ракушки. Цвет тоже. Ну а мармарин? Мармарин это я называю, это название материала там. Ну он нам больше знаком как флорентийка, если взять то. Ну там она покрупнее, да, наверное, с кустикой вееры. Да, флорентийка? Здесь он меньше. Ну да, вот по материалу да, может быть ближе к мармарину. Войкасовскому. А это травентин. Травентин. То есть имитация камня травентина. И тоже, опять на момент, не перетягиваем. Вот здесь, даже если там не случилось так, ну перетянули, бывает. Ничего страшного. Цветом марракешиком всё это дело поправили. Значит, здесь мы на что обращаем внимание. Когда мы наносим материал, вот те граммки, которые присутствуют в нашем штукатурочке. Когда мы их наносим, бывает таки, как мы называем, стиральная доска, да, получается. Скачет по стенке. Так вот, ну вот, например, здесь я нам, Николаш, покажи. Протянул и видно, что Тигран начал рисовать. Значит, что мы делаем? Да нет, ты так близко не покажешь. Ты вот чуть, вот так, на 10 сантиметров всё. Если ты начинаешь ближе, она расплывает. Суть, ещё раз. Толщина зерна или гранул. И протягиваем в ту сторону шпатель, чтобы эти гранул, ну и дать ему немножко там прихватиться этим гранулкам. И потом мы заглаживаем и ищем, например, в ту сторону, чтобы убрать эти стиральную доску с нашей штукатурки. То есть стенка будет прихватывать у вас влагу и со временем подходите. Ещё раз подошли, ещё раз подошли. Так, что там ещё интересного? Интересно, интересно. Ну что, здесь универсальный краситель, да, я уже сказал. Воду мы не добавляли. Соотношение вот этой структурной штукатурки, ну, это, как я говорил, экспериментальный, ой, в Комовской, где-то. На 15 килограмм, ну, кинули мы килограмма 4. Вот Костя говорит, как по мне, так килограмма 3,5. Ну, неважно, в общем, считайте 4. Вот получилось у нас где-то соотношение 1, грубо говоря, 4. То есть 1 часть структурной штукатурки и 4 части эко-кристалловской стартовой шпаклёвки. Ну и универсальный краситель. Вот это, так сказать, формула нашей авторской и дизайнерской штукатурки. Второй момент. Расход материала тоже интересен, исходя из того, что мы грунтуем стену, да, делаем подложку с грунтовочной краски. То есть, если мы так бы перетягиваем, то уже на первый слой пошло бы где-то килограмм материала. Вот. И потом ещё и килограмм бы на ещё, наверное, и на второй, ну, или на третий, который мы рисуем, или моделируем. Вот. А так, получается, у нас расход будет вот только на одно моделирование где-то в районе, там, килограмма. Может там всего дверь. В общем, даже с этих соображений тоже рекомендую вам использовать этот вариант с грунтовочной краской. Можете там использовать те же грунтовые, кварцевые, да, грунты. Тоже неплохо. Так. Итак, ребята. Секреты старых мастеров? И как, да. Как наш травентинчик или марракешик превращается в мармаринчик? Вот. Опять, мармарин ещё раз два. Это техника нанесения материала, который с такой, ну, складцевым наполнителем. Штукатурочка такая. А имитация? Имитация, ну, больше полированного там мрамора. Как называют там? Кто называет? Старого мрамора. У нас равентинчик. Равентинчик. Значит, это у нас эмульсия. Эмульсия с... авторская эмульсия. Клей ПВА 1 к 3... или 1 к 4 к воде. То есть 4 части воды и 1 часть клей ПВА. Наш травентинчик, мармаринчик. Вот это наша эмульсия, или наше вот это молочко, как мы назовём. Вот. Оно даёт нам возможность... Во-первых, немножко... Материал чуть подмокает. Вот. Верхушки подмокают. Вот. На ней подмокает, например. Ну, оно такое... Я знаю, это воск такое. Восковое такое ощущение. Как будто по воску. Ну, что можно было опять водичкой, как я уже говорил, да? Ну, тогда... Ну, тоже ощущение своеобразно. Но у меня вот эта эмульсия поинтереснее. Ну, и второй момент, что... Грунтовочный опять-таки слой он идёт. То есть нам уже не нужно будет ещё раз проходить и грунтовать под... Потому что там будут какие-то лазури сверху у нас. У нас тут будет патина перламутровая. Так. Ну что, ребят, вот здесь у нас... Подошла уже очередь к патине. Вот. Зачем нам нужна патина? Получается, мы подложку сделали, ну, чуть промахнулись цветом. Ну, такой вопрос непринципиальный. То есть так бы мы положили бы подложку. Помните, там, того же травентинчика, да? Колерованного. Потом ложили бы рисовали по нём. А так как мы красочкой отгрунтовались, или грунтовочную краску положили цветную, ну, и получились такие небольшие перепады в цвете. То есть мы думали, лазурика пойдёт у нас перламутром. Ну, я решил, что всё-таки перламутр может не перекрыть, и будет так немножко рябить. Вот. Поэтому сделали патину. Патину сделали такой средний цвет между подложкой и основным цветом. так сказать, рецепт патины. Два литра волшебного, так сказать, геля. Ну, а на основе клея обойного, квели, флизелинового. Литр клея была, и литр фасадной красочки. Вот у нас оставалось подложки. Она. Мы её сюда же и запустили. Добавили ещё цвета. И получили такую авторскую патину. Такую агрессивную. И вот смотрите, что получается. Мы здесь уже нанесли. До этого косик нанёс. И вот такая вот красотень у нас получается. Вот если вам видно. Вот такая очень оригинальная получается у нас поверхность. Хотел что показать. Один приёмчик. Вот мы положили авторскую лазурьку. Вот. И она к рукам уже не берётся. И тогда мы можем полирнуть. То есть полирнуть, как мы полируем? Венец. Венец, который мы на полу подсыпаемся, да? И тогда получаем очень интересный такой. На тактильность это просто волна. Сейчас попробуем показать, как она на просвете. Посмотрим. Билец, матрица. Глянец. Ну вот такого, конечно, глянца сильного. Конечно, не Венеция. Мы тут не добиваемся Венецианки. Но вопрос в том, что вот на тактильность она вводит очень. Что? Мы сделали нашу авторскую лазурьку. Вот. По нашей названию. Там, конечно, ребята, я сам с трудом могу выговорить. Мефа-афанская, если я не ошибаюсь. Штукатурочка. И соответствующая такая же сложная и лазурьку мы сделали под эту мефа-афанскую штукатурочку. А именно взяли воск Иркомовский, смешали его с нашей авторской волшебным воском. Который на основе клея обойного и клея ПВ один к одному. И в соотношении тоже, наверное, один к одному. Потом добавили туда луч и красочку. Вот такой первометр серебряный. Где-то, ну, наверное, грамм 200, наверное. Ну, и где-то грамм 50, наверное, еще пролымки. Тоже Иркомовская. И цвет у него сами тоже. Ох! Вот получился у нас такой красивый вот цвет капучинка. Почему мы используем именно наш волшебный воск, а не просто воск магазинный или фирменный? Ну, тут, ну, мне иногда нравится, когда он не так быстро прихватывается. Когда есть у него такой маневр, с ним поиграться на стенке. А уже фильмный воск, ну, там надо, так сказать, держать востро. То есть он так прихватывается, конечно, гораздо веселее. Ну, и поэтому используем наш волшебный воск, так сказать. Вроде как замедлитель. Второй момент. Вот, когда я наношу, тоже слежу. То есть это будет как наношу, ну, вот как венец наношу. То есть тик-так. То есть если патину мы можем себе позволить там произвольное движение. То есть здесь нужно уже следить, так сказать, куда вы ложите материал, как вы его снимаете. Снимаем его наверх. Ну, и смотрю, например, что у меня получается. Не очень мне тут нравится рисунчик. Значит я чуть-чуть могу там добавить лазурки. И, так сказать, исправить. Но здесь можно быть очень внимательна такая. Она и, конечно, и красота неописуемая, но и ответственность. То есть нужно, чтобы хороший был рисунок. То есть она подчеркивает все ваши, так сказать, промахи, недочеты. С патиной, конечно, такого не происходит. Там уже с переломутровой лазурью здесь нужно. Ну, такая, как я говорю, высший пилотаж. Поэтому, ребята, делайте с нами, делайте как мы. Делайте лучше нас. С вами был Игорь Кантонов. Дали Муда. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok